Обнаружили неопознанный подземный объект. Вот такая история произошла на одной из строительных площадок Чебоксар. Когда на место приехали специалисты, объект опознали. Выяснилось, что находка – настоящий клад для науки. Что же такого откопали рабочие? Поехала посмотреть и наша съемочная группа. Центр города – 100 метров от Калининского моста, строительная площадка. Казалось бы, ничего интересного. Однако стоило копнуть глубже, и котлован превратился в объект исследований. Неожиданно на глубине 4 метров строители обнаружили нечто сложенное из кирпича. Осмотревшие находку археологи предположили – это часть большой печи, которая служила для производства керамических изделий, кирпича или даже посуды. Причем построили ее предположительно в 17 веке. Вот здесь арочная система, мы видим, она сложена из рядов кирпичей и между ними промежутки, пространство, откуда, видимо, выходил жар. И эта арка сложена сначала из вертикальных кирпичей, мы видим, вот здесь вот такие вот большимерные кирпичи, большие, широкие, 8 сантиметров примерно их ширина. Именно по размерам кирпичей специалисты предположили, что это за сооружение и каков его возраст. Кстати, догадки подтверждаются и историческими документами. К примеру, на старинных картах здесь началась улица с говорящим названием – Гончарная. В 17-18 веках это был пригород, и здесь располагались опасные для деревянного города горячие производства. Мы знаем, что как раз в это время, на рубеже веков, началось активное каменное строительство в Чебоксарах, и Чебоксары начали приобретать современный облик. Еще нам интересно это с той точки зрения, что это собственное производство кирпича в Чебоксарах. И, конечно же, уникальность этой находки сохранности. То есть никогда ранее археологам не попадали в руки, можно если так сказать, такой сохранности печи. Они, кстати, были временными, разбирались. Мы по историческим документам знаем, что, чтобы не платить налоги, сами руководители этих производств разбирали на зиму эти печи. И еще поэтому нам никогда, возможно, не удавалось находить их целыми. Сейчас целостности находки ничего не угрожает. Как выяснилось, строительству она не мешает. На некоторое время печь планируют законсервировать. Сейчас мы делаем подпорную стену, и между печкой, которая не на нашей территории, и нашей подпорной стеной должна производиться обратная засыпка песком. Мы защитим входы печи фанерой негниющей, и произведем обратную засыпку. В дальнейшем на этом месте планируют провести полноценные раскопки. Они позволят точно установить назначение и возраст находки. Да и кто знает, что еще скрывает земля в самом центре города. Ольга Пырочкина, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика.